Добрый день! Это пасека Лаврова, Витебская область. Для успешной и благополучной зимовки пчелосемей я уже говорил, что нужно соблюдать ряд условий. Первое. Об этом я говорил и показывал в видео, что нужно, чтобы в зиму шли сильные семьи с большим количеством молодых пчел. Второе. Чтобы каждая семья имела обилие доброкачественного корма. Ну и третье, о чем мы будем еще потом говорить, это во время зимовки нужно соблюдать температурно-влаженый режим в гнезде каждой семьи, так и в зимовниках. Если такие имеются, если пчелы зимуют в закрытом каком-то помещении. В прошлом видео у нас было обилие, как этого добиться, доброкачественного корма в каждой семье. Мы говорили о подкормках. Можно ли использовать сахарный сироп, для некоторого дополнения тем семьям, где не хватает доброкачественного меда, чтобы этот мед после половины зимовки и на весну. А до первой половины зимы можно использовать сахарный сироп, чтобы пчелы питались этим кормом. Нужно ли следить, чтобы было место на сотах для формирования клуба? Или все же рамки должны быть полностью залиты кормом? Если взять диких пчел, которые будут зимовать в дуплах, то эти пчелы формируют ложа для будущего клуба. 75% занятых пчелами этих сот составляет пустые соты. Нижняя часть меда занята пчелами для того, чтобы мед разогревался и они могли бы его в жидком виде употреблять для своих нужд. Если бы соты были заняты полностью медом, то пчелы вынуждены были сидеть на этом меде и разогревать его. И расход энергии был бы в три раза больше, чем если бы пчелы сидели на пустых ячейках, на сотах, ну, не залитый мед. Вот почему важно, чтобы клуб пчел образовал ложа. Ложа – это именно то место на сотах, где пустые ячейки, где эти ячейки не заняты медом, не залиты медом. На этом месте пчелы и будут в основной массе, это 75%, формировать ложа и сам клуб. Обычно этот клуб образуется напротив литка. Это если взять уже улей у пчеловода. А пчеловод, когда он делает ревизию пчел, формирует гнездо из рам и расплода. И располагает таким образом расплод, чтобы самый молодой расплод находился напротив литка. А уже расплод на выходе, закрытый расплод находился по краю этого гнезда. Почему? Потому что позже, когда уже будет при пониженных температурах формироваться клуб, он будет располагаться именно на расплоде. Естественно, последний выход расплода будет там, где были молодые личинки или яйца. Это напротив литка. Поэтому тут по логике вещей нужно само гнездо, сами рамы располагать как-то вот напротив литка. И сколько таких рам должно быть? Я уже говорил в количестве. Если это сильная семья хорошая, то где-то 8 рам. Допускается 7 рам для сильной семьи. Мы уже не говорим о слабых семьях. Не будем об этом говорить. У нас будут сильные семьи. Центральные рамы напротив литка, где был расплод, вот эти рамы должны содержать мед не более чем половина рамки с кормом. А нижняя часть уже не занята медом, кормом. Там будут пустые ячейки. Пчелы в этом месте будут формировать ложи. А центральных рамок, их сколько? Если это 8 рамок, то центральные рамки мы возьмем где-то 4 рамки. Вот где-то 4 рамки будут иметь примерно половина корма, половина пустых ячеек. Ну, здесь меньше нельзя допускать, чтобы половина. Можно чуть-чуть больше, но меньше нельзя. Или половина. А уже к краю рамки с кормом будут более полновесные. И у нас получится полукруг такой, где по краям будет больше меда. С краю, слева и справа, а в середине место, свободное от корма, ячейки пустые. Здесь будет образоваться ложа. Если будет возможность, я позже объясню вам и покажу на примере какой-то семьи. У меня еще стоят кормушки. Когда я их сниму, я вам покажу, как гнездо сформировалось, как сидят пчелы, чтобы это было наглядно. Сейчас я не могу этого сделать. Вот этот способ, который я вам рассказал, это самый распространенный. Этим способом и я пользуюсь. Он называется двусторонний способ сборки гнезда. И я вам советую этим способом пользоваться. Наиболее удачно и благоприятно пчелы зимуют на этом способе. Есть и другие способы. Допустим, односторонний способ бородой. Эти способы в том случае, они применяются, если, допустим, у пчеловода не хватает кормов. Там исключения какие-то бывают, чтобы как-то они перезимовали при каких-то там условиях. Я советую эти варианты исключить. А вот самый благоприятный, все-таки, вот вариант двусторонний. На этом способе лучше всего зимуют пчелы. Ну, на этом сегодня все. До свидания. Не забывайте подписываться и ставьте лайк. До свидания.